Всем привет! Это канал Рокабай. Меня зовут Рома. Меня тоже зовут Рома. И это формат «Только послушай», в котором мы слушаем наши любимые альбомы или великие альбомы, пытаемся понять, в чем их изюминка, пытаемся пройтись по их текстам и делимся впечатлением от прослушивания. И сегодня мы будем слушать альбом Arctic Monkeys AM. Поехали? Поехали! Ну что, у нас сегодня необычный выпуск. Мы сегодня на выезде, поэтому формат немножко поменяется. Мы решили, что мы не будем слушать альбом сегодня целиком и просто поговорим про то, что мы уже знаем. Причем знаем оба. Это не презентация, как это обычно, когда я к тебе прихожу с альбомом каким-то или ты ко мне. Это тот альбом, который и ты, и я уже много раз слушали и оба любим. Мы сегодня попытаемся понять, почему альбом 2013 года Arctic Monkeys AM стал прорывом. Почему это стало второй жизнью для Arctic Monkeys. И это вообще очень большой вопрос, потому что они и до этого не были неизвестными. Они были большими звездами в Великобритании, но у них никак не получалось выйти на рынок штатов. И более того, самое главное, это то, что предыдущие два альбома до этого, они как бы скатывались вниз, в том числе по продажам в Штатах. И уже фанаты как бы говорили о том, что ага, стиль меняется, уже нет вот этой панковской задорности или азарства. И в AM они вернулись, перепридумывали себя и просто эффектом бомбы разорвались. Поэтому у нас сегодня непростая задача вспомнить, как это все выглядело. Может быть, немного пройтись по истории группы, буквально какими-то тезисами. А дальше вспомнить, про что песни, как они звучат и в чем там секреты, есть ли там какие-то подводные камни. Поэтому я предлагаю начать с самой группы. Расскажи, слышал ли ты когда-нибудь про Arctic Monkeys или самих них до того, как вышел AM? Я думаю, что я слышал про них, но я давал им какие-то шансы послушать. И почему-то они меня, по крайней мере, их ранние альбомы в то время не очень зацепили. Я думаю, что я впервые услышал о них где-то перед AM. У меня был коллега, который их очень любил, он их постоянно слушал. Я дал им шанс, и что-то меня тогда не очень зацепило. Но когда появился AM, наверное, в следующий раз, когда я давал им шанс, это уже было после AM. И вот его я продолжил слушать многократно. То есть что-то все-таки в нем было другое по сравнению с ранним творчеством. Он абсолютно полностью другой. Вообще, когда уже сейчас в «Этранспективе» смотришь и слушаешь все эти альбомы, понимаешь, что на самом деле каждый альбом, и в том числе и сейчас, они меняют свой стиль. Они начинали с какого-то сумасшедшего панка. Просто я даже не могу это назвать панком, это какое-то долбилово было. Какая-нибудь песня «I bet you look good on the dance floor» — это вообще что-то очень быстрое. Очень много слов. И долбежка ударная, долбежка гитарная, но при этом это не металл. И это не панк в смысле, что это не про анархию, это не такой, это какой-то неразвязанный, это не... Я не знаю, как это объяснить. Это не... Ну, подскажи. Ну, музыкально вообще-то это очень похоже на панк. Это похоже, но ты чувствуешь, что это не панк? Да, какой-то другой в этом посыл. То есть он какой-то... Я, кстати, не могу описать для себя, что это такое. Я бы... Если бы эта штука появилась в 60-х годах, я бы подумал, что это протопанк. Но так как это уже после панка... Сложная мысль пошла. Ну, это постпанк, но название уже занято. Но название уже занято, да. Да. Но вообще это дух настоящего рок-н-ролла. Вообще. Да, 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 да. Абсолютно точно. Вот первый альбом и второй тоже, мне кажется, это был прямо очень мощный рок-н-ролл. Очень мощный. С крутыми ударными партиями, с крутыми гитарными партиями и так далее. Потом что-то произошло на третьем альбоме. Третий альбом, если я ничего не путаю, назывался... Ну, ладно, он где-то появится. Я не помню, как он назывался. Смысл был в том, что они стали немножко пытаться спуститься в какую-то такую монотонную музыку. В более такую, как Стоунер. При том, что они не играли Стоунер, разумеется. Но они пытались как-то вот все это немножко сделать более утопающим. Звук должен был быть более таким уже тягучим. И это чувствовалось. Потому что первые два альбома были очень быстрыми. Третий перестал быть быстрым. И на четвертом мне казалось, что они... Кстати, ты слышал третий альбом? Я не уверен, что... Я точно слушал первый и, может быть, часть второго. Но вот ты сейчас рассказываешь, мне это никаких воспоминаний не рождает в голове. Вот, интересно. Там, кстати, на третьем альбоме есть такая прекрасная песня, которая называется «Pretty Visitors». И она звучит, как песня какой-то... Знаешь, как Дракуле, какой-то там Кастельвайне. Что-то такое там прям... Мы с тобой, может, потом заслушаем еще. На четвертом альбоме они, значит, уже знакомы с Джошем Хоми. Это который вокалист, создатель группы Queen's Stone Age и Кайс. И он им наруливает звук. Он им наруливает звук. Он пытается сделать так, чтобы они звучали больше по-американски. Как раз стонер-рок. Как раз вот эта вот немножко такая психодерическая появляется какая-то у них история. Это очень хорошо слышно на песне «She is a thunderstorm». И вот на вот этом четвертом альбоме, который он назывался «Sucker and See», типа, попробуй и узнаешь. Он, на мой взгляд, оказался очень слабым. То есть он был слишком экспериментальным для них в том плане, что они такую музыку еще никогда не делали. И это была как будто их другая территория. Вплоть до того, что сингл, который первый вышел, если я ничего не путаю, Brick by Brick, там даже лирика не такая, как у Arctic Monkeys. У них всегда очень много слов, а там Brick by Brick, Brick by Brick. А Arctic Monkeys всегда были за то, чтобы тексты были сложные, чтобы это очень хорошо ситуация описывалась какая-то, что он куда-то пошел. Ну то есть они не очень сложные в плане того, что именно они описывают. Они описывают простую жизнь, но они очень хорошо склеены, и они дают такую полноту понимания, что именно чувствует вот эта лирическая игра, чаще всего сам Алекс Тернер, что это поражает. И тут вдруг этого нет. Конкретно на этой песне и, может быть, еще на нескольких. И казалось мне тогда, что когда я этот четвертый альбом слушал, что все, группа Arctic Monkeys все свое растеряла. Она пытается найти этот звук, и у нее ничего не происходит. Ничего не получается. И вот проходит два года. Что происходит с ними? Это то, что они едут в тур вместе с Black Kiss. Причем на поддержку. Хорошие ребята. Хорошие ребята. Классные, гораздорог. Очень американские, тоже рок-н-ролльные такие. И вот они поехали разогревать The Black Kiss в Штатах. И таким образом они больше познакомились с аудиторией, как когда они сами колесили. И мне кажется, что произошло, это то, что этот тур им помог понять, как выглядит американский рок. Я слышал. Я могу ошибаться, но я слышал, что когда они работали над EM, у них была типа цель такая взять Америку, потому что они были уже давно в чартах Великобритании, но Америка для них... Ну, они там тоже неплохо выступали, но они не выходили победителями, грубо говоря, на музыкальном рынке. Ну, мы знаем, что первые альбомы продавались только по 40 тысяч копий. Ну, это какая-то ерунда. Да, это для таких больших артистов очень странная цифра. Вот. И что при работе над EM они чуть ли не... То ли познакомились с каким-то продюсером, которым им помогал именно найти более американский звук. Это был тот же самый продюсер. Тот же самый, с которым они до этого работали. Который был Suck and N.C. И они, видимо, что-то с ним нашли. Это был Джордж Хоми, который из Queen's of the Stone Age. Ага. И он помог им причесать вот этот вот... Он давал, кстати, интересное интервью Джордж Хоми, когда его спрашивали, вроде как, а как там дела, с кем вы сейчас работаете? И он сказал, я работаю с Arctic Monkeys, и у ребят готовится бомба к выпуску. Это будет, как же он сказал, что это будет сексуально-танцевальная штучка для тех, кому за 20. Типа уже не для детей, не панк, но это будет типа вечерний такой сексуально-романтический какой-то будет. Это он про EM говорил, когда он ещё готовился. И он, мне кажется, попал. Так получилось. Попал, у меня уже мурашки пошли сейчас. Потому что вот это вот... С одного только вступления Do I Wanna Know у тебя уже... Ты понимаешь, ага, всё, это надо вечером. Это надо, чтобы свечки были включены, чтобы всё зажжены, чтобы бокалы вина стояли, чтобы можно было потанцевать немного. Ну, то есть, совсем другое ощущение. Ну, я бы не рассматривал его прям замену Smooth Jazz для подобных обстоятельств. Smooth Jazz, понимаешь, это ты уже, видимо, в другом возрасте. Ну, это, кстати, неплохая музыка, чтобы ночью в машине куда-нибудь ехать. На вечеринку или с вечеринки. С вечеринки, мне кажется, кайфово. То есть, ты уже такой, как бы, немножко подустал, но всё ещё... Под эту музыку ты едешь с кем-то продолжать дома. Да. Например. Ну, вот я слышал, что они целенаправленно работали над, как бы, замедлением. Если ты пропустишь несколько вот их альбомов, ты сравнишь, как они звучали на первом и как они звучат на АЭМе, то это намного медленнее. И это такой... Ну, он тягучий. Он тягучий такой, он сексуальный бит. Он никуда не торопится. Но при этом он качает. Да, он качает точно. И хорошая мысль была про то, что когда они начинали, когда группа ещё только начиналась, они думали про то, чтобы делать хип-хоп, чтобы делать какую-нибудь музыку с битами. И что в итоге они к этому вернулись через, ну, сколько, практически 10 лет, что если взять только бас и барабаны, эту музыку можно использовать для хип-хопа. Можно поверх неё читать. А вот это вот, кстати, тебе не кажется тем аспектом, который помог на американском рынке? Это может быть одним из тех аспектов, который помог, что они из вот этой вот долбиловки перешли к чему-то качёвому и таким образом как бы вошли. Потому что 10-е годы точно принадлежат хип-хопу. Да, это уже не рок-н-ролл. Если в 10-м, если в нулевых точно рок был, то это речь не про 10-е. Ну и самое главное это то, что в 10-х годах, а конкретно в 2013 году, уже не осталось американских рокеров, которые занимали вот эти все альтернативные чарты, которые занимали ход 100 в билборде и так далее и тому подобное. То есть Вайстрайпса не было. И он либо был слишком весь одинаковый, типа как Никельбек, а это уже пережёванная жвачка абсолютно. И тут ребята приходят с сексуальным таким альбомом. Ну и у них и визуальный стиль, кстати, поменялся. Визуальный стиль поменялся. Они начали носить кожанки, а Алекс Тёрнер начал зачесывать волосы назад, как в бригаде. Ну я бы не сказал как в бригаде, я хотел сказать как во времена раннего рок-н-ролла были тоже популярны такие прически. Но при этом кожанка это из более... То есть он такой как сборный... Иногда в костюмах они выступали. Сборный образ ретро рок-н-роллщика. Да, да. Либо такие Битлз, потому что тоже Британия, потому что тоже костюмы, тоже гитарная музыка, тоже про любовь и про секс. И практически все песни там так или иначе про отношения. Да. Практически все. Мне кажется... Ну ладно, там есть... Возможно, есть исключения, но все главные хиты, по крайней мере, это про динамику отношений, конечно. Да. То есть получается, секрет их был в том, что они доотточили стиль с одним и тем же продюсером. Они пришли итеративно. Видно было то, что не получалось, не всегда получалось. Понятное дело, прекрасные песни есть на предыдущих альбомах. Я имею в виду на третьем и четвертом. Хотя четвертый, на мой взгляд, самый слабый. И они как бы дошли до того, что все-таки нужно. Во-вторых, они поездили по Америке с большим охватом и как бы поднаучились, просто поняли, что там происходит. В-третьих... Они шагнули еще больше в сторону музыки, более похожей на хип-хоп, который сделал их более приемлемыми для широкой американской аудитории. Да. И самое, возможно, самое главное, или точнее, то, что им очень помогло, это то, что рок-групп практически не осталось в Штатах, которые бы в это время могли составить им какую-то конкуренцию. Ну, мне кажется, это звучит грустно. Типа, что хорошего в альбоме А.М? Никого лучше не было. Что это за причина успеха? Это помогло, во всяком случае, внимание на них сконцентрировать. Если других никого нет, то все внимание идет к ним. Очень важный вопрос. Да. Как ты думаешь, это было коммерческое решение двигаться в сторону музыки, которая похожа на американскую для британцев, или это было творческим, логичным развитием того, что они хотели делать, но так совпало, что они приобрели еще и коммерческий успех? Они поменяли свой стиль для того, чтобы заработать больше на более широком рынке? или они поменяли свой стиль, потому что захотели делать такую музыку? Это очень сложный вопрос, на который у меня нет ответа. Я надеюсь, что это просто совпало, что они хотели сделать что-то такое, как бы, как, ну, я не знаю, то есть каждый альбом же все, что-то менялось. И тут интересная такая ситуация произошла, что им же уже было там за 25, и надо было взрослеть. Я долгое время верил, до сих пор верю, ну, уже частично, наверное, все-таки, что этот альбом, это как, ну, ладно, мы уже выросли, уже прошло несколько лет с предыдущего альбома, давайте попробуем, ну, поиграть вот в эту взрослую музыку. Ну, она как бы условно взрослая, в том смысле, что это уже не гонки, это уже не панк, это уже такой размеренный темп с, не знаю, с понятным качем. Мне кажется, что это такой элемент взросления. Это даже не попытка попасть в мейнстрим или еще во что-то, тем более, что, да сложно сказать, ну, как выглядел мейнстрим в 2012-2013 году, ну, сложно. Я могу тебе сказать, как выглядел мейнстрим в 86-м году, это был глэм-рок, глэм-метал. Я могу сказать, как выглядел мейнстрим в Штатах в 92-м году, гранж. Или как выглядел в 95-м году мейнстрим в Британии, брид-поп. Что такое рок в 2012-м году? И это какое-то бифическое существо. А Imagine Dragons? Ну, нет, спасибо, да? С натяжечкой. С натяжкой. То есть, это не рок. Это рок? Нет, это не рок. Нет. Произносишь эту фразу, и не сходится. Не сходится. Это попса. Очень мощная, хорошо, идеально спродюсированная попса. И очень гладкая. Там вообще нет никаких шероховатостей. Но не рок. Поэтому вопрос хороший. И я думаю, что мы сможем на него ответить, наверное, только лет через... Лет через 20, наверное. Ты заметил, что когда группы выпускают альбом с черной обложкой? И с названием самой группы, то это лучший альбом. Это лучший альбом. И он медленнее, размереннее и взрослее. У Металлики? Кино. Кино. Артик Манкис. Артик Манкис. Ну, лирика, на самом деле, изумительная в этом альбоме. Помимо того, что он весь такой качевый, что он медленный, он весь сексуальный, красивый, там нет никакой агрессии. И он идеально выдержан в жанре. То есть, он весь слушается, как действительно альбом. Вот иногда слушаешь и думаешь, ну какой это сборник? Чуваки там писали в это время, в то время. И это один из тех редких случаев, в которые ты думаешь, я хочу себе на виниле этот альбом, просто потому, что его включаешь, и он идет, и ты знаешь, что там, даже если не все песни нравятся тебе, у меня там буквально, например, три штучки не нравятся, ну, в смысле, что я не чувствую, что они какие-то там хитовые. А когда все подряд идет, оно идет изумительно. Он прямо плывет. Он как река, просто, ну, то есть, он сделан, он отточен. И это поразительно. И то же самое с текстами. Когда читаешь тексты и думаешь, ну, все, все о понятных вещах. Почему ты мне звонишь только, когда ты прибуханная? И все вокруг, ну, то есть, но текст, мне кажется, при том, что никто из моих друзей тогда, и я в том числе, не очень понимал, почему-то по вайбу ты понимаешь, что эта песня про это, из трех слов, которые ты знаешь на английском, ты понимаешь, про что это, и у тебя это все резонирует. А как это резонирует для тех, кто понимает английский язык, ты думаешь, ну, вот это уровень откровенности. Ну, то есть написать песню не замысловатыми какими-то странными оборотами про то, что вот она, я не буду пытаться даже примеры приводить, а напрямую, почему ты мне звонишь, когда ты только пьяная? Ну, это припев, а обороты-то у них все в куплетах, и вот куплеты без знания английского более глубокого ты там не сразу разберешь. А как еще хорошо они выстроили бэк-вокал, вообще вот эту вот синергию с барабанщиком. Практически весь припев до I Wanna Know, который идет на фальцете, поет барабанщик. Да, ты что? Да. На низ Окс вторым вокалом где-то сзади вот на, насколько, на третьей минуте поет Джош Хоми. Даже не написано, что это с ним. Знаешь, как раньше Тимберленд в песнях у Тимберлейка просто э-э поет там, ну что-то какие-то такие и в клипе появляются на секундочку. Да, я не знаю, был ли тут клип, но на нескольких песнях не Окс точно, не Окс, бэк-вокал поет, собственно говоря, Джош Хоми, их продюсер. Он же вокалист, гитарист группы Квинсу Станычи. Ладно, так и что по итогу? Вот вышел в тринадцатом году А.М. Он стал сенсацией и в Великобритании, и наконец-то в Штатах. Продался миллионными тиражами. Они смогли поехать и в туры, и по всему миру, и в том числе и по Штатам уже без проблем. Синглы, которые все это просто супер-хиты, то есть ничего мимо не прошло. Но что случилось дальше? А что случилось дальше? А дальше у группы случился mental breakdown. Они не справились с этим, на мой взгляд. Они пропали на пять лет. Как группа они ничего не выпускали. И нужно было понять, что делать дальше. и мы не будем сейчас... Это точно тема для другого выпуска, но просто коротко, что это настолько был мощный альбом, что они сами с ним не справились. Ну, наверное, не очень понятно, что делать после такого успеха. Успеха, да. То есть продолжать в том же самом стиле петь, это значит, что сделать уже хуже, потому что ты не сможешь в ту же реку войти дважды. И да, он там сможет что-то собрать, но его надо либо быстро выпустить, либо ты выпустишь позже, это значит, все скажут, что ты топчешься на месте. Непонятно. Пришлось делать шаг в сторону. Пришлось делать шаг вообще в сторону, и следующий альбом уже не похож, разумеется, ни на этот, ни на Эм, ни на все предыдущие. Как и в случае с Radiohead, это вообще, видимо, у групп Великобритании, у британских групп вообще есть такая проблема. Как только ты делаешь какой-то гениальный альбом, OK Computer, 98-й год, да? Что происходит в 2000-м? Они выпускают кидей, который полностью электронный. Все. Том Йорк про это рассказывал, что он не справился с этой нагрузкой, он не хотел быть суперзвездой, ему это не нужно было. Мне кажется, тут практически такая ситуация, в случае, что Алекс Тернер просто это не потянул. Ты думаешь, это именно побег от... От вот этих вот, от популярностей? От того, что ты станешь Imagine Dragons. А, это страшно. Выходит, все. Я время от времени переслушиваю этот альбом и советую нашим зрителям тоже его время от времени переслушивать. Он не теряет своей кайфовости. Он прекрасно стареет, абсолютно никак не показывая то, что ему уже скоро. Ему 8 лет уже, да. Послушайте сегодня вечером, поставьте, поставьте свечки. О, поставьте свечки, вообще звучит так, будто умер кто-то. Или медицинский звучит. И по медицински. Зажгите свечи, налейте себе немножко вина и послушайте еще раз Arctic Monkey с АМ. И если вы хорошо в английском, почитайте тексты и кайфаните. На этом все. С вами был канал Рукабай. Меня зовут Рома. Меня тоже зовут и Рома. Всем всего хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы вас любим. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok